МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восьмилетняя девочка погибла на одном из пешеходных переходов Барнаула. Как выяснилось, водитель, который сбил ребенка насмерть, ранее был судим за подобное нарушение. Смертельное ДТП произошло на улице Аванесова накануне вечера. По предварительным данным, несовершеннолетняя девочка и ее бабушка переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Аванесова. В этот момент 33-летний водитель иномарки сбил пожилую женщину и ее внучку. Врачи скорой помощи боролись за жизнь девочки, однако спасти ее не удалось. Пенсионерка госпитализирована. В настоящее время водитель задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил поставить на контроль ход расследования уголовного дела о гибели ребенка. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, которая стоит на особом контроле у начальника Главного управления Министерства внутренних дел России по Алтайскому краю генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна. После ДТП сотрудники госавтоинспекции обратились к водителям и пешеходам. Первых, они призвали снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, а пешеходам проявлять максимальную внимательность и осторожность, особенно в темное время суток и в непогоду. На мосту у нового рынка завершают укладку первого слоя асфальта. Нижний слой и на путепроводе, и у подъездов к нему выполнен уже больше, чем на 70%. О последних этапах работ, в том числе по монтажу конструкции, расскажем далее. Чуть больше двух недель осталось до обещанного открытия моста на новом рынке. Рабочие укладываются в сроки и уже укладывают асфальт. Первый из двух слоев на путепроводе выложили уже на 70%, у подъездов к нему на 80%. После того, как подрядчик смонтирует бортовые камни, начнут размещать верхнюю часть асфальта. Также готовится основание для устройства тротуаров. То, что касается инженерной инфраструктуры, подрядчикам также ведутся работы по устройству контактной сети, трамвая, троллейбуса, монтаж опор, монтаж электрических сетей и устройство соответствующего основы трамвая – это рельсы шпальной решетки. Для трамваев прокладывают рельсы на подходе к мосту. Со стороны дома «Быта» они уже установлены. Сейчас специалисты занимаются кривыми направляющими рельсами на узле улиц Ленина и Кулагина. Ну и по завершению на этой неделе уже собираемся перейти на прямой участок в сторону торгового центра «Пионер». Я думаю, что никаких проблем и препятствий к завершению работы не вижу. Благоволит работам и погода. Но и в принципе укладку асфальта ГОСТы позволяют производить до минус 10 градусов. Однако современные смеси, говорят специалисты, выдерживают и куда меньшие температуры. Данил Кузнецов, День с толком. На завершающей стадии работы по ремонту коммунального моста в Бийске накануне объект проинспектировал мэр Наукограда Виктор Щигрев. Какую оценку он дал мосту, смотрите в сюжете. Более 170 миллионов рублей и 7 месяцев работы. Именно столько ресурсов потребовалось для того, чтобы произвести капитальный ремонт главной транспортной артерии, соединяющей две части Бийска – коммунального моста. На данный момент работы, качества которых уже оценили сами бийчане, выполнены практически в полном объеме. Сделали хорошо, молодцы они. Ездить намного стало приятнее, нету кочек никаких. Вот они молодцы, что они сделали, хоть и долго делали, но сделали они. Коммунальный мост меня устраивает полностью. Сейчас намного лучше, пробок таких нету, поэтому удобнее стало, что автобусы чаще ходят и кажется, что нормально. Нету таких давок особенных. Провалы, просадки, разрушение проезжей части моста теперь в прошлом. Асфальтобетонное покрытие заменено полностью и прошло лабораторный контроль качества. Покрытие обеспечено ровное. И покрытие, и сами деформационные швы тоже выполнены максимально ровно. Ширина проезжей части коммунального моста осталась неизменной, тот же самый. Выполнен ремонт трамвайных путей, полностью заменены трамвайные рельсы. Выполнен ремонт контактной сети. Выполнен ремонт под мостом. Это ремонт опор, ремонт балок, ремонт арок. Это масштабные работы, которые были выполнены, чтобы несущая способность моста была обеспечена. Несмотря на то, что сдача объекта произойдет в конце ноября, некоторые виды работ удалось завершить гораздо раньше срока. Это позволило отменить реверсивное движение и запустить его в полном режиме. Также в прежнем режиме выходит на линию и трамвай. Дополнительно за средства городского бюджета на мосту появится барьерное и пешеходное ограждение. Сейчас уже в стадии заключения. Мы нашли организацию, которая это установит. И до конца года, я думаю, здесь будет установлено барьерное ограждение. Со стороны коммунарского будет установлено и доставлено 4 метра со стороны Шишкова. На данный момент завершаются работы по покраске нижней части моста. В добавлении к капитальному ремонту объект ждут изменения в освещении. Город готовит проект архитектурно-художественной подсветки моста. Мы это сделаем в бюджете города. Эти средства предусмотрим на следующий год. И после проектирования проведем торги, процедуру. И определится подрядная организация, и эти работы будут выполнены. Мост будет красиво подсвечен. Через две недели масштабный ремонт коммунального моста будет закончен. Специалисты администрации отмечают, что содержание сооружения полностью изменится. Гарантия на выполненные работы при правильной эксплуатации составит 5 лет. Дарья Федоркина, Андрей Сегаев. День с толком. Алтайский край один из первых среди регионов России вынес на всеобщую дискуссию проблемы участников боевых действий из семей погибших защитников Отечества. Публичное обсуждение провели во время круглого стола среди межведомственных организаций региона. Главная проблема, которую выделяют общественники, это разные льготы для участников боевых действий. По словам ветеранов, участникам СВО их предоставляется в разы больше, чего не скажешь об участниках других военизированных компаний по типу Афганистана. Так, за круглым столом предложили создать орган, который будет координировать работу организаций, связанных с поддержкой участников боевых действий. Большую часть вопросов закрывается. Ну, кому-то дрова надо, мама осталась одна, допустим, сын выявит уголь или какие-то еще вопросы. Были моменты, девушка, муж погиб, в Агнарах служил орден мужества, она обращалась, чтобы разместили баннер с ним, то есть решился вопрос. Также сегодня обсудили деятельность Фонда защитники Отечества, новые возможности увековечивания памяти погибших бойцов, волонтерскую деятельность по помощи ветеранам и санаторно-курортное обслуживание. Сегодня Международный день отказа от курения. Несмотря на то, что в последнее время в обществе набирает обороты тренд на здоровый образ жизни, по статистике только в нашем крае вредную привычку имеют порядка 400 тысяч человек. Насколько опасна такая зависимость и как навсегда отказаться от опасного пристрастия? Найдем ответы на эти вопросы в следующем сюжете. Вред от курения, говорят медики, большинство замечает только с появлением одышки и других симптомов болезни. Объяснять, что так нельзя, на пальцах неэффективно, а вот на куклах весьма. Это нам кажется, что последствий никаких, они вот так их можно визуализировать, вот в такой игровой среде. В день отказа от курения в Минздраве края решили еще раз напомнить о последствиях для тех, кто любит подымить. Официально к таковым относят 23% населения. А между тем, курение, это знают все, может привести к заболеванию легких, нередко к хронической форме. А это уже инвалидность. Одно из самых страшных последствий никотиновой зависимости – онкология. Порядка 1200-1300 человек новых случаев каждый год. Подавляющее большинство наших пациентов такого рода – это либо курящие и продолжающие курить, либо длительно курившие. Поэтому здесь, конечно, связь прямая. И среди пациентов отделение опухоли головы и шеи, где как раз концентрируются случаи рака полости рта, языка, да, там тоже курящие сплошь. Сплошь курящие люди. Так что это наша клиентура. При этом все больше курящих среди совсем молодых. Вероятно, из-за популярных среди подростков электронных сигарет. На такую моду покупаются и 10-летние дети. В каком органе или в какой системе организма произойдет поломка, никто из специалистов не скажет. Это может ударить по иммунной системе, по сердечно-сосудистой, по бронхолигочной, по какой угодно. Там, где тонко, там и рвется. Поэтому задача, в первую очередь, родителей уберечь ребенка от того, чтобы он был, вернее, не был вовлечен в данную проблему. И, конечно же, начать с себя. Сегодня врачи располагают разными способами лечить от зависимости. В работу включаются психологи, чтобы пациент смог перешагнуть порог хотя бы в несколько месяцев и избавиться от тяги к дорогому и сомнительному удовольствию. Первое, то, что мы советуем, когда мы работаем с подростками, в том числе и взрослые, заменить утреннюю сигарету завтраком. Это самый первый совет. Второе, замена вообще сигареты чем только возможно. То есть, когда мы разговариваем, мы предлагаем подросткам заняться спортом. Я предлагаю детям заменить конфетами, семечками, орешками, все что угодно. Рецидивы, то есть срывы, говорят специалисты, случаются и после года перерыва. Но практика показывает, решение исцелиться – дело порой одного дня, если оно сознательное. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев, День с толком. Вода ливнем льется в квартиры, заливают электросчетчики в подъездах. От таких потопов страдают жильцы многоэтажки в Новоалтайске. Кровля жилого дома в аварийном состоянии нуждается в капитальном ремонте. Моя коллега Валентина Аскерова выехала на место, чтобы послушать звуки воды и расслабиться. Когда на улице слякоть, дожди на улице идут, мы плаваем. И причем плавает весь дом пятый этажей. Квартира Нины Ивановны еще держится на плаву. Выручают тазики. Крыша многоквартирного дома, в котором проживают десятки людей, аварийная. Осадки, дождь, мокрый снег регулярно накрывают квартиры. Не можем сделать ремонт, потому что у нас бежит крыша. Вчера отключили свет. В четвертом подъезде дошло до того, что счетчики все замкнуло. Лилась вода в подъезды второй, третий этаж. Пятый этаж, крыша полностью плавает. Блесень на стенах. Мокруши. Было даже, что у нас клопы были. Вот. Плафоны, через которые течет наш натяжной потолок. Все три плафона здесь и через все три плафона вода. Сейчас третий снимать будем. Вот все. Тряпка, таз. Вот пол весь мокрый. Линолеум скоро пойдет на выброс. Натяжной потолок однозначно на замену. От потопов жильцы страдают уже четыре года. А капитальный ремонт кровли запланирован лишь на 2025 год. Хотя, отмечает директор управляющей компании Александр Лагно, восстановить ветхую крышу можно было гораздо раньше. Провели собрание с жителями. Обратились в администрацию, на комиссию города о переносе сроков. Крыша должна была быть капитально отремонтирована в 2021-2022 год. Но так как у нас есть один из собственников, Юрий Михайлович решил посудиться. Решение, которое приняли собственники, через суд отменил. Юрию Михайловичу не понравилось, что надо оплатить 238 рублей с его квартиры за экспертизу крыши. Один не захотел платить 200 рублей, другие страдают. Ремонт квартир людям обходится в десятки тысяч рублей. Тратиться жильцам пятого этажа придется до 2025 года, до капитального ремонта. Управляющая компания пытается облегчить людям жизнь. Проводит дорогостоящий частичный ремонт кровли. Тут не ладочный ремонт, мы все целиком закатываем. Тут по-другому не сделаешь. Четвертый подъезд рвануло, содрало все. То есть мы, соответственно, полимер, вскрыли то, что разорвало. То есть мы, соответственно, вскрыли то, что разорвало, закрыли полимерными мастиками, закатали. Вот какое-то время опять подерживаются. Жильцы многоквартирного дома жалуются не только на ветхую крышу, но и на отсутствие ремонта в подъездах. Вот зайдите в подъезд, посмотрите, там такая порнография. За 15 лет можно было что-нибудь сделать. Тогда материалы, стройматериалы были дешевые. Было все подешевле, сейчас, конечно, все взлетело. Но директор рука отмечает, что все силы и средства сейчас брошены на временное восстановление кровли. О текущем ремонте на доме говорить можно будет лишь тогда, когда капитально отремонтируют проблемную крышу. Десятки исторических экспонатов о наставничестве представили на выставке в Государственном архиве Алтайского края. Экспозиция включает в себя три раздела, посвященных образованию детей в разные исторические эпохи, в том числе и в имперский период. Как учились дети в дореволюционной России и как развивался институт образования в нашем регионе, смотрите в материале Данила Кузнецова. Географа Петрова судится во мнении, что он являлся именно преподавателем психолога. Именно с Петрова в 18 веке зародилось наставничество в нашем регионе, считают хранители Государственного краевого архива, организовавшие выставку «Люди большого сердца». Ведь Василий Владимирович не просто требовал дисциплины и учил, этот человек подмечал и развивал задатки и особенности каждого ученика. Способствовали этому индивидуальные занятия, которые раньше были нормой. Открывались уже школы, особенно ближе к рубежу веков 19-20 веков уже были школы практически во всех городах. Конечно, присутствовали и изучение нескольких языков, и практические знания, русский язык, алгебра, физика, геометрия. Ну, какие-то существенные отличия от современных детей, ну, наверное, не было, конечно, вот церковных вот этих уроков, которые изучали молитвы, как это было принято до революции. В Барнауле первую бесплатную школу основали благодаря стараниям педагога Василия Штильке. Он способствовал появлению первой Барнаульской публичной библиотеки, которая сейчас носит имя Вячеслава Яковлевича Шишкова. А вот краевед Виктор Иванович Верещагин, наоборот, выходил за рамки города ради изучения региона и проведения просветительских экскурсий для своих учеников. Про тетю Тоню, мать беспризорников, я прям тронута сама сижу и думаю, при той, как бы, ну, такой гуманитарной заряженности, которая вот есть у меня у самой, вот я решилась бы домой, своим детям взять там несколько беспризорников, хулиганов, да. Тетя Тоня из второго раздела выставки, посвященному СССР, как раз заведовала вагоноприемником, куда с вокзала и поездов отводили беспризорных детей. После их распределяли под детдомам, учебным учреждениям и заводам. Притом Антонина Петровна изо всех сил выбивала рабочие места для детей. Подобной деятельностью занимался и Василий Степанович Ершов. Он прежде всего известен тем, что в селе Алтайском организовал в 1910 году начало детский приют, затем детский приют перерос в детский дом Муравейник. Он и сейчас существует. Первоначально он был организован полностью на средства Василия Степановича. Среди других педагогов нельзя не отметить Олега Львова, благодаря которому в Алтайский край в начале 70-х пришла информатика вместе с первым учебным компьютером. А вот Адриан Топоров, в честь которого назван Алтайский институт образования, приобщал к литературе простых крестьян. Кстати, рабочий класс, где пик наставничества пришелся на 70-е годы, стал третьим разделом выставки. Я точно знаю, что эти наставники, рабочие, в том числе и мой отец, его коллеги, очень активно принимали участие в их личной жизни, этих молодых людей. И несколько раз, ну, большое количество раз у нас тоже ночевали ребята, которых дома было плохо, которые иногда сбегали из дома, потому что там были невыносимые условия. В общей сложности на создание выставки, посвященной трем разделам наставничества, ушло около двух месяцев. Вскоре некоторые материалы будут размещены на сайте Госархива. Вживую посетить экспозицию можно до конца января. Ирина Корчагина, Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Восьмая победа подряд в высшей лиге. Таким достижением могут похвастаться барнаульские волейболисты из клуба «Университет». На днях они провели встречу со спортсменами из Башкирии. Какое секретное оружие помогло выиграть студентам и когда следующая домашняя игра? Смотрите далее. Плавно, размеренно и без суеты. Так можно описать действия желтых игроков из барнаульского волейбольного клуба «Университет» в игре против Тархана и Стерлитамака, а не в синем. Соперники сошлись в рамках предварительного этапа чемпионата России среди команд высшей лиги А. Первую партию против гостей наши студенты выиграли со счетом 4-1. Поэтому ко второй игре изучили соперников досконально. Ну, во-первых, подали подачу в нужного человека, сыграли на блоке по схеме соперника. То, что разбирали, то и, ну, кратче сказать, что выполнили установку тренера. И все. Я думаю, в этом заслуга такой. Дело не только в нужной тактике, но и в опыте. У «Университета» более возрастные игроки по сравнению с молодежью из Башкирии. Поэтому передачи, блоки, доигровки и почти все приемы шли куда лучше. Именно на подачах больше всего сложности и испытывали игроки Тархана. Агрессивные удары – это рискованный шаг, который мог выбить из колеи студентов, считает тренер университета. Однако провернуть трюк не удалось. Возможно, из-за секретного оружия в виде полного зала барнаульских болельщиков, которые то и дело провоцировали соперников попасть в сетку. Игроки из Башкирии бились достойно. Особенно во втором сете, где периодически перегоняли студентов на пару очков. Но, несмотря на все старания, встреча завершилась в пользу университета. 3-0. Таким образом, барнаульский клуб оформил восьмую победу подряд. Три недели не играли. И получилось, в каких-то моментах мы под соперника подстраивались. Они не очень начинают ошибаться. Мы начинаем ошибаться. Если вы заметили, оторвемся на 3-4 очка. И тут же выранимся. Однако отсутствие практики дело поправимое, считает тренер. Ведь уже 18 и 19 ноября игроки университета встретятся с игроками клуба Тюмень на их территории. А уже в начале декабря домашние матчи пройдут с командой «Локомотив изумруд» из Екатеринбурга. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопки в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Продолжение следует.